Итак, я начинаю готовить свой супчик, который это только мой рецепт, который сама придумала. Из болгарского перца, помидоров и сладкой картошки. Это суп-пюре, поэтому для этого супчика резать не обязательно все мелко. Я просто так вот кидаю лук, чеснок и все большими кусками, потому что в конце все будет все равно в пюре. Поэтому резать не обязательно. После чего я выкладываю на бройлер помидоры и перчики. Для этого нужна перчатка. Итак, продолжаю делать супчик, который я начала вчера. Вчера я успела обжарить овощи на бройлере в духовке. Перчик болгарский с помидорами. И сейчас очищаю их от кожуры. Когда они у меня всю ночь стояли в холодильнике накрытые. И дали сок. Этот сок я тоже буду сейчас сюда в кастрюльку. Он даст очень хороший вкус для бульончика. А овощи, когда они обжарены таким образом, кожура с них прямо счищается руками. Очень легко. Поэтому я просто очищаю кожуру с перчиков. Обмываю их от косточек. И кидаю все это в кастрюльку. Так вот, у меня в кастрюльке сейчас болгарские перцы обжаренные, очищенные от кожуры. Помидорчики. И сырой лук, чеснок. Морковка. И сейчас, вот как я вам покажу, выглядит эта сладкая картошка. В России, в Украине я ее, конечно, не встречала. Я не знаю, если ее используют. Они бывают вот такие вот более продолговатые. Бывают больше, бывают меньше. На вкус она чуть-чуть сладенькая. И она намного полезнее простой картошки. У нее очень много витаминов. И считается более полезным углеводом. Под кожура эта картошка имеет вот такой вот оранжевый красивый яркий цвет. Который придаст этому супу тоже очень красивый цвет. Картошку я режу просто дольками, потому что, как я говорила, это будет суп-пюре. Поэтому, в общем-то, не имеет значения. Только что побыстрее она проварилась. Варится она примерно так же, как и простая картошка. Может быть, чуть подольше. Потому что она довольно твердая. Чтобы суп-пюре вышел не очень жидким, я заливаю воды. Буквально вот, чтобы она до края овощей. Вот такое количество воды. Сейчас я добавлю специи. И можно начинать варить. Итак, когда картошечка проварилась, начинаем процесс измельчания в пюре этот суп. Если у вас есть ручной блендер, этот процесс намного легче. Мой поломался. Поэтому мне приходится использовать вот этот. Мне приходится наполнять блендер и все измельчать в двух... За два раза я могу вот эту картошечку сейчас все сделать. У меня зрители тут стоят. Предблюдатели. Суп в блендере у меня сделался в пюре. Или вы сделали его ручным блендером. Я добавляю сюда сметану или сливки. Можно сливки добавить. Мне очень нравится, как выходит со сливками или со сметанкой. Он такой становится прямо нежный такой. Очень вкусный. И в общем-то все. Просто надо попробовать на соль, перец, на специи, по вкусу, как вам нравится. И суп готов. Если есть свежий базилик, то в тарелочку можно доложить свежего базилика. Ну вот так выглядит конечный. Хочешь суп? Ты хочешь суп? Нет, нет. Мама показывает. Так супчик получился. Смотри. Вот это конечный вариант нашего супчика. Я чуть посыпала его сухим базиликом. Если у вас есть свежий, можно свежий. А это пайси? Нет, не пайси, мой сладкий. Нет, это не острое. Также можно добавить туда авокадо. Но я авокадо добавляю примерно ко всему. Мама, это пайси? Это не пайси, мой заяц. Нет, это не острое. Это супчик вкусный. Ты хочешь кушать супчик? Да. Да? Окей, давай тоже налим. Ядного аппетита. Вот. Ну, на сегодня, наверное, все. Надеюсь, вам понравилось. Всем пока-пока.